Итак, еще раз добрый вечер и приветствую вас на семинаре, посвященном программе Автокад, конкретно разделу адаптации рабочего пространства. Начнем с того, что я представлюсь. Зовут меня Савочкин Александр Александрович, являюсь я преподавателем учебного центра специалист по КАД-систему. Начнем вот с чего. Прежде чем приступить непосредственно к самой адаптации, давайте с вами введем такие понятия, что же такое адаптация. Значит, под адаптацией мы понимаем такие вещи, как создание собственных палитр, панели инструментов, строк меню, новых горячих клавиш и так далее и тому подобное. То есть адаптация – это подстройка интерфейса программы, настройка его под конкретную задачу. Автокад в этом плане достаточно гибкая программа и позволяет очень много что делать. Что можно, какие возможности этой самой адаптации присутствуют. Вот я перечислил список, собственно, я зачитывать его не буду, но все на экране есть. И все это делается для того, чтобы, как я сказал, подстроить Автокад под выполнение какой-то определенной задачи, с которой вы сталкиваетесь. Собственно, в рамках нашего вебинара мы рассмотрим буквально два примера адаптации. Это прежде всего адаптацию инструментальных палитр. Познакомимся, что это. Ну и, собственно, рассмотрим немножко адаптацию пользовательского интерфейса. Остальные более подробные пункты – это уже можно ознакомиться на курсе, где как раз с этим и работаем. Но начнем вот с чего. Что такое у нас палитра, инструментальная палитра? Это, собственно, очень удобный инструмент для размещения каких-либо часто использующихся общих компонентов. Туда можно поместить команды различные, туда можно поместить что-то, допустим, те же блоки можно поместить и так далее. Все это можно сделать. Палитры можно собирать в группы и, собственно, работать. Инструменты, все, которые вы работаете, очень удобно помещать именно туда. Вот теперь с этого и начнем. Итак, автокад. Значит, инструментальная палитра. Давайте я сейчас цвет поменяю. Да, вот не очень удачный черный. Сделаю светлую. Итак, инструментальная палитра. Вызывается она сочетанием клавиш Ctrl-3. Сейчас она появится. Вот она появилась. И, собственно, вот здесь и находятся различные инструменты. Но это уже готовые, заранее созданные. Да, это те, которые были с автокадом. Их также, в общем-то, можно использовать. По крайней мере, для ознакомления можно посмотреть, как работают с палитрами. Ну, например, вот блоки, да, оборудование. Просто берем и перетаскиваем на чертеж тот объект, который здесь представлен. Вот сейчас такую палитру мы и создадим с вами. Значит, первое. Я сначала закрою все. И начну вот с чего. Начну со слоев. Команда слой. Команда слой. И создадим буквально два слоя. Значит, первый слой будет называться основные. Цвет белый, тип континуэс, вес линий. Поставим потолще. Где-нибудь 0,7 миллиметра. Второй слой у нас будет вспомогатель. Или невидимые. Дальше цвет. Ну, допустим, назначим синий. Тип линий. Подгрузим. И выберем, так и называется, невидимое. Невидимое. Собственно, назначим этот тип линий. И вес линий сделаем поменьше. Ну, примерно 0,3 миллиметра. Ну, и давайте еще один слой тогда создам. Это будет штриховка. Штриховка, значит, цвет. Ну, пусть будет красный. Тип линий – континуэс. Вес линий поставим по умолчанию. Ну, вот для первого этапа достаточно. Теперь следующее. Значит, какова идея палитра? Вот у нас есть слои. Правильно. Переключая эти слои, мы вычерчиваем объекты различные. Так вот, частая ошибка, которую совершает любой проектировщик, вне зависимости от его степени владения продуктом, это забываем переключать текущий слой. И все делаем в каком-то там одном слое, который был на данный момент текущий. Например, нулевой, если вообще забыли переключить. Так вот, мы сейчас создадим инструмент, который сам будет переключать в нужный слой. И поместим его как раз на палитру. Значит, нам понадобится команда. Я напомню, что все выполняется в автокаде с помощью команд. Это команда адаптация. Команда адаптация. Так и звучит. Вот команда адаптация. Она служит для непосредственно настроек палитр и групп этих самых палитр. Но сейчас нам она пока не сильно нужна. Да, не сильно нужна. Мы вызовем палитру. Вызовем палитру. Я напомню, это сочетание клавиш Ctrl-3. И на появившейся палитре можно нажать правой кнопкой мыши и в открывшемся контекстном меню выбрать создать палитру. Создать палитру. Даем ей имя «Мои инструменты». Вы можете дать любое имя. Да, у меня вот с фантазией не очень хорошо, поэтому я называю мои инструменты. Ну, соответственно, если их создается несколько, то да, конечно, имеет смысл давать им более какие-то осознанные имена, чтобы понимать. Сейчас эта палитра пуста. Теперь на эту палитру первое. Вот уже здесь, в поле самой палитры, правой кнопкой мыши добавить текст. И это будет заголовок первой группы инструментов. Назовем его «Построение». Вот, посмотрите, добавится. Теперь как добавить непосредственно сами инструменты. Первое. Значит, переключаем текущий слой на основные. И, например, рисуем отрезок. Совершенно произвольный. Совершенно произвольный. То, что он сейчас не отображается по толщине, я напомню, что нам нужно включить режим, где показывается толщина. Вот он. То есть ему свойственно назначено. И вот этот отрезок, что мы делаем? Мы его выделяем. А дальше его хватаем. Хваталка у нас, это левая кнопка мыши. Только, внимание, хватаем мы его не за ручки. Потому что если вы схватите за ручки, вы начнете его просто менять. Нужно схватить именно не за ручки. Тогда он будет вот так вот перетаскиваться. Это, кстати, вот вам способ переноса объектов. Но, собственно, для нас он нужен для чего? Мы, схватив этот самый отрезок, втаскиваем его в палитру. Сейчас он здесь отобразится. Вот он. Появил слово отрезок. И теперь здесь этот самый отрезок мы переименовываем через правую кнопку мыши. Правая кнопка мыши переименовать и называем его основные линии. Основные линии. Обратите внимание, что здесь можно и добавить изображение. Если вы хотите какую-нибудь там картиночку показать, то без проблем можно добавить изображение, если это какой-то там объект. Дальше. Следующее. Переключаем текущий слой в невидимые. И то же самое чертим отрезок, только уже невидимыми линиями. Вот он. Он невидимый. И делаем точно так же. Хватаем и вот так перетаскиваем. И переименовываем. Переименовать невидимые. Есть. Теперь следующий. Значит, вот здесь, да, вот так вот подведем черту в прямом смысле. Правой кнопкой мыши добавить разделитель. Опять правой кнопкой мыши добавить текст и называем штриховка. Штриховка. Теперь нам нужно что? Переключить на слой штриховка. Нарисовать какой-нибудь объект, который мы будем заштриховывать. Ну, например, это будет прямоугольник. Штриховка будет большая. Да, поэтому размер прямоугольника будет тоже большой. Ну, к примеру, 5 метров на 5 метров. Такой квадрат получился. И вот внутри квадрата с помощью команды штрих мы нанесем штриховку. Это будет штриховка с индексом AR. Напомню, что индекс AR у нас используется для, так сказать, архитектурал. То есть это штриховки для нанесения на большие объекты. Поэтому вот такой выберу ARB 816. И ей, в общем-то, какие-то свойства можно задать. Ну, пусть будет вот так, по слою и так далее. Все. Нажимаем закрыть создание штриховки. И теперь вот эту штриховку таким же образом перетаскиваем на палитру. Вот он подумал. И даем ей имя переименовать. Называем кирпичи кирпичи. Вот посмотрите, что у нас получилось. Теперь обратите внимание, что у меня остается слой текущей штриховки. И если я что-то буду сейчас делать этим слоем, делать, точнее, рисовать, у меня объекты будут находиться на этом слое. А если я теперь буду вызывать объекты с помощью палитры, например, основная линия, и буду чертить, что происходит? Объекты сразу находятся на каком слое? На слое основные. Нужны невидимые. Я не переключаю текущий слой и выбираю здесь. Беру вот так невидимые. Пожалуйста, видим. Все работает, все прекрасно. Но хорошо, вы скажете, ну это отрезки. А мне нужны не только отрезки. Да, без проблем. Если вот здесь вот нажать на этот треугольничек, тут надо просто изловчиться попасть. Ну вот если на него нажать, то посмотрите, здесь можно выбрать не только отрезки, но можно выбрать и другие примитивы. Например, полилиния, дуга, либо круг. Пожалуйста, да, круг. Будет круг основными линиями. Вот здесь выбрали, допустим, там, не знаю, сплайн. Да, вот будет сплайн. Тоже невидимыми линиями. При этом обратите внимание, что я слой ни разу не переключал. То есть как был текущий слой штриховки, так и есть. Как работать со штриховками? Да точно так же. Нарисовали объект. Вот он. Берем отсюда штриховку и сюда бросаем. Штриховка сразу нужный тип с нужными параметрами на нужном слое. То есть уже вы работаете не с лентой, не с лентой, а вы работаете именно с палитвой. Ну, собственно, если создать новый чертеж, новый чертеж, здесь, естественно, никаких слоев нет. Да, у нас шаблон АКТСО, АКТСО, ДВТ, там кроме нулевого, да, и других никаких нет. Вот, кстати, один из разделов адаптации, это создание собственных шаблонов, которые содержат уже ранее созданные объекты. Так вот, здесь слоев нет. Но, если я начну чертить вот здесь основными, использую инструмент палитру, Автокад что? Автоматически добавит слой. То есть мне его уже создавать не нужно. Пожалуйста, возьму невидимые. И, собственно, слой тоже добавился. Ну, и добавим штриховку. Просто перетащим. Слой тоже добавляется. А вот теперь, если ввести команду адаптация, адаптация, здесь палитра эта появилась. Вот она, мои инструменты. Надо ее поискать. Вот она, мои инструменты. Ее можно, собственно, перетащить в группу. И самое интересное, если вы захотите эти палитры получить, но не только на работе, допустим, но и дома, когда вы дома работаете, то это можно все дело экспортировать и импортировать. И подвести все к какому-то единому интерфейсу и дома, и на работе. Вот такой замечательный инструмент. Ну, давайте еще тогда уж, чтобы закрыть этот вопрос. Помимо этого, можно добавить еще блоки. Ну, правда, чтобы блоки добавить, нужно сохранить чертеж. Обязательно. Иначе он просто не будет добавлять. И нужно вставить блоки. Блоки я, опять же, вот здесь, через эту палитру вставлю. Какие были. Вот воспользуемся другой палитрой, палитрой центр управления. Воспользуемся стандартными блоками, которые есть в автокаде. Не то, что они стандартные, но примеры, да, я бы даже сказал больше, потому что они так и называются, сэмпл. Итак, вот здесь они находятся. Дизайн центр, например, отсюда. Ну, какие-нибудь блоки сейчас вытащим. Вот здесь есть. Вот так. Вот так. Достаточно. Одного-двух блоков достаточно. Так, для них, соответственно, создадим слой. Назовем его блоки. Цвет я этому слою назначу. Так, какого у меня не было? Зеленого не было. Тип линии контину, свес линии по умолчанию. И вот этот самый блок отправлю на слой блоки. Почему? Потому что сейчас они находятся на слое штриховка. Да, я его отправляю на слой блоки. Так, сохранили чертеж. Теперь в палитре правой кнопкой мыши добавлю разделитель. Собственно, вот эти разделители, тексты, это сугубо, вот мне так хочется, да, они не являются обязательными. Добавить текст. Называем его блоки. И этот блок точно так же перетаскиваем в палитру. Вот он появился. Теперь опять же вы его не вытаскиваете где-то там из библиотеки, да, не вытаскиваете отсюда. Вы берете его из палитры и просто перетаскиваете. Вот, собственно, это была адаптация палитр. Ну, в общем-то замечательный инструмент можно и нужно использовать. Теперь рассмотрим следующий вопрос. Это адаптация интерфейса. Но опять же, мы не будем рассматривать его глобально, к сожалению, в рамках вебинара это невозможно, потому что очень ограничено времени. Поэтому мы рассмотрим буквально небольшую часть. Первое. Значит, что такое адаптация пользовательского интерфейса? Опять же, с помощью инструментов адаптации мы можем настроить нашу среду в соответствии с требованиями, да, которые мы предъявляем к интерфейсу. И адаптация эта происходит путем изменения файла QX. Ну, по сути, это файл XML, основан на файле XML. Ну, и, собственно, происходит это в редакторе адаптации. Первое. Значит, команды. Палитру я закрою, больше она не нужна нам. Да давайте вообще новый чертеж создам, чтобы лишнего ничего не было, а это все закрою. Значит, первое. Нам понадобятся команды. Команда первая. Звучит как NPI ZAGAR или NPI VYGAR. Значит, NPI VYGAR. NPI. Вот она, VYGAR. NPI VYGAR команда. Это выгрузка вот этого самого пользовательского интерфейса, файла QX. Вот он, автокад. Выгрузить. И все. У вас не ленты, ничего нет. Да, все только через консоль. Теперь обратно вернем NPI ZAGAR. NPI ZAGAR. Вот он, этот файл Акад QX. Мы его загрузим. Собственно, да, я обычно раньше рекомендовал, прежде чем что-то экспериментировать, можно. Нужно было, мы дублировали этот самый QX. Ну, сейчас этого делать не обязательно. В автокаде есть сброс настроек к заводским. Поэтому можно смело издеваться. В общем-то, ничего не пострадает. Потому что не все действия, которые мы можем делать, их можно отменить. Можно очень хорошо попортить. Поэтому к адаптации приступать очень вдумчиво. Итак, значит, дальше. Вот здесь, я напомню, переключение рабочих пространств. Да, рабочих пространств. Вы, собственно, можете создать свое рабочее пространство, не трогая существующее. И в своем рабочем пространстве уже создать свои кнопки, свои панели, свои команды и так далее. Ну, команды останутся, а именно вот кнопки, панели и, в общем-то, свою ленту сделать. Ну, пожалуйста, да, например, первое, что мы можем сделать, немножко вкладочку «Главное» изменить. Вот это панель «Вид». Выключим правой кнопкой «Вид». Нам она не нужна, мы использовать ее не будем. А остальные оставим. Теперь вот это все дело можно сохранить. Давайте еще отключим вкладки. Например, мы вкладкой «Параметризация» не будем пользоваться. Да, вот, ну, не пользуемся мы ей. Вещь, конечно, полезная, но нам не нужна. Дальше. Вкладкой, например, что еще там? Совместная работа. Тоже не нужна. Ну, и вот рекомендованное приложение туда же отправим. Все. Вот остались только вкладки, остались панели. Ну, и так далее. Можно настроить. Теперь вот это все сохраним. «Сохранить текущее как» и назовем это «Рабочее пространство». Да, там, «Моя работа». Или вот так вот назову «Учебное». Теперь посмотрите. Вот оно. Видите, появилось. Если вернуться к рисованию аннотаций, все вкладки, которые были, вот они есть, все панели есть. Если вернуться к рабочему пространству «Учебное», видите, останутся только те панели, те вкладки, которые мы, собственно, оставили. Вот мы сделали свое рабочее пространство. Автокад запоминает последнее использованное рабочее пространство. И в следующий раз работа начнется именно, даже если будет выключен компьютер, работа начнется именно с того рабочего пространства, которое вы оставили текущее. Собственно, теперь команда. Команда звучит как NPI. NPI. Вот она. Команда NPI. Если он подумает, это как раз открытие, да, управления адаптивными элементами интерфейса в программе. Вот здесь, открыв, вы можете менять структуру, что, чего, куда входит, какие панели включаются, какие выключаются, какие вкладки. Собственно, компоновать их по-своему. Также вы здесь можете настроить и меню, и горячие клавиши, и мыши, и так далее. То есть вот это все, все можно здесь подстроить. Ниже представлены команды. Команды. И вот здесь, вот здесь, да, можно, допустим, применять существующие команды. Собственно, команды, команды, да, адаптация команд, мы перешли к адаптации команд. Да, у нас есть возможность без труда создавать, редактировать и повторно использовать различные команды. Делать мы это будем с помощью макроса. По сути, макроса, да, в меню макроса описывается действие, которое происходит при выборе того или иного элемента. Ну и, собственно, макрос у нас будет как раз, да, мы с помощью него напишем какую-то свою команду. Особенно это удобно, если нужно делать несколько операций различных. Ну вот, я сейчас нажму отмена, отмена, да, и нам опять понадобится все-таки, наверное, палитру я вызову для того, чтобы слой получить. Ну вот опять воспользуемся тем, что сделали. Нет, все-таки нам пару слоев нужно. Вот, посмотрите, у нас есть слой основный, есть слой невидимый. Итак, у нас есть команда, команда, слой БЛК, слой БЛК, вот он, это блокировка слоя выбранного объекта. Нажали, да, слой выбранного объекта заблокировался, но команда, команда, она завершается. И чтобы нам заблокировать еще, допустим, слой, нам опять вызывать эту команду. И так до бесконечности. Аналогичным образом происходит и разблокировка. И вот мы сейчас эту команду немножко модернизируем. Мы ее зациклим. Значит, в макросах, в макросах нам нужно будет использовать определенные символы. Вот они. Начинается макрос всегда вот с таких символов. Степень С, это английская буква. Это не С русская, это английская буква. Любая команда, макрос начинается именно с этого. Ну а дальше вот символы. И вот, чтобы нам зациклить команду, да, нам достаточно прописать перед ней звездочку. То есть найти эту команду, прописать звездочку, и команда будет зацикливаться и не будет завершаться. Вот давайте и первое попробуем адаптировать команду. Итак, значит, запомним эту команду. Команда слой BLK. Запомнили. Идем, вводим команду NPI. И вот здесь, где список команд, мы эту команду и находим. Итак, слой B. Вот она, вот она, слой. Ну, достаточно слой ввести. Вот она, блокировать слой. Выбрали команду. Значит, здесь справа у нас появляется, во-первых, изображение. Тут можно сказать, это очень большие художники, которые умудряются на таких вот, да, там, 16, поле с 16 на 16 пикселей, 32 на 32, нарисовать адекватные кнопки. Можете попробовать, да, нажать кнопочку изменить, нарисовать свою. Я честно признаюсь, я не художник, у меня никогда что-то хорошее не получалось. Возможно, получится у вас. Да, вот они. Посмотрите, как они нарисованы. То есть можно сменить. Но менять мы не будем. Собственно, нас интересует вот эта часть. Вот он, макрос. Видите, степень C, степень C. Нижнее подчеркивание. У нас с вами автокад русскоязычный. Да, то есть у нас локализованная версия. Поэтому команды, команды, если они вводятся на английском языке, они вводятся через нижнее подчеркивание. Например, если команда отрезок в русском, в английском, она звучит будет вот так вот. Нижнее подчеркивание line. Ну, и, собственно, и так далее. Так вот, возьмем вот этот макрос. И перед ним просто поставим звездочку. Прямо вот здесь перед ним мы поставим звездочку. Нажмем кнопку ОК. Вот, автокад подумал. Так. А теперь проверяем, как работает эта команда. Слой БЛК. Выбрали объект. Команда завершилась? Нет. Команда не завершилась. Она продолжает, просит от нас выбрать следующий объект. Мы снова выбираем. И так далее. То есть, видите, мы зациклили команду. Ну, тут клавиша Escape для того, чтобы ее остановить. Вот, да, небольшое изменение команды. Но теперь гораздо интереснее написать какую-то свою команду. Чтобы написать свою команду, свой макрос, ну, тут желательно сначала проделать эти операции. Да, вот как вы их делаете, как вы их делаете. А потом уже это все прописать. Ну, допустим, мы сделаем следующим образом. Значит, такая. Просто как пример. Как пример. Команда будет выполнять следующий. Там можно много что сделать. Но сильно усложняться тоже не будем. Значит, первое. Что будет делать наша команда, которую мы будем? Переключать текущий слой. Переключать текущий слой. Дальше. Второе. Второе. Эта команда будет вызывать команду круг. Команду круг. Третье. У нас, что мы хотим получить, да, поставим себе задачу. Мы хотим получить, чтобы команда чертила круги заданного радиуса. Да, вот у нас, ну, к примеру, круги заданного радиуса. Причем эти круги были только на определенном слое. Поэтому команда будет делать следующие действия. Переключать текущий слой, круг и, да, вводить радиус. Вот три действия, которые мы хотим проделать. Теперь проделаем это вручную. Значит, как это будет происходить. Сначала переключение текущего слоя, например, на основные. Дальше. Команда круг. Указываем центр. Вот это обращаю внимание, что после выбора команды круг автокад ждет от нас действия. Что мы вначале должны указать центр. Это важно отметить. То есть в этот момент в макросе должна быть пауза. Пауза у нас есть. Вот она. Пауза для пользовательского ввода. А вот после этого уже сам макрос, сам макрос должен ввести значение радиуса. Например, один метр у нас будет определимся радиусом один метр. То есть что мы в этот момент вводим тысяча. То есть это уже за нас делает макрос. И в подтверждение, что должен нажимать клавишу Enter. Опять же, это все мы прописываем в макросе. Посмотрите, видите, клавиша Enter. То есть все те действия, которые мы проделываем, мы просто их переводим в макрос. И как у нас будет выглядеть макрос? Значит, первое. Сначала идет... Да, вот так вот я запишу. Первое побольше сейчас сделаем. Итак, вот. Первое. Это значение степень. C. Вот они. Потом идет переключение текущего слоя. Нижнее подчеркивание C-layer. C-layer. Это у нас, да, стемный перемен. Отвечает за переключение текущего слоя. Current layer. C-layer. Дальше. Если мы ее будем вводить вот так вот. Вот, смотрите, C-layer. Вот она видно. То там что нужно? Клавишу Enter. Да? Нужно вызывать... Нажимать клавишу Enter. Соответственно, здесь мы прописываем точку с запятой. Это клавиша Enter. Дальше. Нам нужно указать слой. Слой будет у нас, допустим, основные. И мы вводим имя слоя. Опять что? Нажимаем клавишу Enter. Дальше. Следующим шагом. Команда у нас будет... Команда в английском, она будет звучать вот так. После того, как мы команду с клавиатуры вводим, мы что нажимаем? Клавишу. Опять же Enter. Собственно, точка запятая. После выборки команды, после ввода команды, что я говорил, автокад ждет от нас указание центра. Правильно? Соответственно, здесь нужно поставить паузу. Пауза у нас, я напомню, это вот такой, да, слэш. Поэтому ставим паузу. И автокад ждет пользовательского действия. После этого, после того, как действие сделано, автокад должен у нас уже сам ввести значение. Мы договорились, что радиус будет 1000, поэтому 1000. И снова клавишу Enter, точка запятой. Итак, вот он, собственно, этот макрос. А вот теперь мы его пропишем. Итак, команда NPI. Команда NPI. Вот здесь у нас есть звездочка. Вот такая звездочка со звездочкой. У нас рыжий такой звездочка со звездочкой. Итак, теперь настраиваем справа. Значит, имя нашей команды. Ну, назовем имя команды так, как у нас. Круг. Круг. Вот так вот. Круг. Какой назвать? Круг. Круг метр. Круг метр. Описание. Построение. Кругов. Радиусом 1 метр. Дальше. Можно подключить с файл справки. Да, если вы хотите еще и справку свою написать. Вводимое имя команды. Да, как она будет там в подсказке в командной строке. Ну, так же пусть будет круг метр. Ну, и, собственно, макрос. Вот он. Собственно, макрос. Мы пропишем. Вот здесь, посмотрите. Вот этот обязательный символ писать не нужно. Он уже есть. То есть, достаточно просто написать первое, нижнее подчеркивание. Силэйр. Силэйр. Главное, без ошибок пишите. Дальше. Точка с запятой. Основные. Точка с запятой. Идет нижнее подчеркивание. Круг. Только по-английски. Точка с запятой. Вот этот слэш. Обратная пауза. Тысяча. Точка с запятой. Итак, сравниваем. Да. Теперь. Вот здесь ниже. Малое и большое изображение. Малое и большое изображение. Мы можем, как я сказал, еще и написать, ну, добавить свои изображения. Ну, вот что мы и сделаем. Значит, изображение выберем отсюда из списка. Какой-нибудь. А вот тут круг есть. Вот он. И нажмем кнопочку изменить. И вот редактор этих самых кнопок. Да, вот он, этих самых кнопок. Ну, как я говорю, тут, да, попытаться что-либо нарисовать надо как-то вот самому. Но я сильно не буду, да, затрачивать на это время. Итак, еще раз изменить. Да, вот тут немножко глюканул. Я говорю, сильно затрачивать время не буду. Ну, вот он, видите, тут как-то вот подглючивает немножко. Ладно, я просто нарисую чего-нибудь и все. Цифру 1 поставлю. Это достаточно для демонстрации. Вот из-за двух экранов вот он немножко так себя может вести. Вот цифру 1. А, и все. Да, сохранить. Называю. Имя даю в этой картинке. Круг. Круг 1. Никак он меня не подцепляет. А, вот она все. Вот он. Немножко я говорю, он из-за двух экранов. Вот с этим НПИ немножко ерундит. Ну, все. Собственно, команда готова. Применить кнопку, чтобы это все сохранилось. Вот она. Вот она, эта команда. Все. Она есть. Теперь, куда ее поставить, чтобы использовать. Ну, как я сказал, можно создавать свои вкладки. Можно создавать свои панели и так далее. Все это можно проделывать. Значит, вот у нас учебная. И давайте создадим на ленте, на ленте свою собственную вкладку. Значит, вот здесь, в списке, вот здесь, где лента, напишешь правой кнопкой мыши, найдем ленту. Найдем раздел вкладки, правой кнопкой мыши, здесь через правую кнопку мыши, и называем новая вкладка, называем ее учебная. Вот она. Дальше. Теперь ниже. Не путайте, пожалуйста, вот здесь есть панели. Это не нужно. Нас интересует панель вот здесь. Вот панели. Вот здесь. Именно в разделе лента. Тоже развернем. Панель. Новая панель. И назовем ее пробная. Вот теперь у нас есть пробная панель, да, и на ней, на ней мы можем разместить нашу команду. Делается это следующим образом. Вот отсюда, из списка, хватаем эту команду и перетаскиваем на нашу панель. Вот она. Перетащил. Выделив ее вот в этом разделе, выделив ее справа, ее свойства, и что нам тут нужно поменять? Нам нужно поменять стиль кнопок. Меняется он вот здесь. Стиль кнопок. Собственно, сделаем большую с текстом. Вот так. Тут, кстати, можно сразу и описание посмотреть. Это то, как оно вот здесь отображается. Да, вот увидели. Не очень понравилось, не очень так, как метр звучит. Ну, не проблема. Сейчас подкорректируем. Нашли ее опять в списке здесь. И написали круги, круги, один метр. Смотрим опять, как это будет выглядеть на панели. Выбираем вот здесь. Вот, посмотрите, как это будет командовать. Теперь, чтобы эта панель у нас появилась на вкладке, на нашей. Ее вот здесь в левом окне нужно схватить. И вот так вот, не отпуская мышь, тянуть, тянуть, тянуть. Да, тут долго. Главное не отпускать, а то не туда она переедет. Долго тянуть придется. Тянем. Вот уже почти конец. Перетаскиваем ее на вкладку. Вкладка учебная. Вот она. Теперь у нас у учебной вкладки есть панель пробная. Собственно, вы на вашу вкладку таким образом можете набросать любых панелей. В том числе и стандартных. Так, применить. Ну, а теперь самое главное. Вот эта панель есть. Но если мы сейчас нажмем ОК, здесь ее не будет. Почему? Потому что ее нужно включить в состав именно нашего рабочего пространства. Вот оно, наше рабочее пространство учебное. Оно текущее. Выберем его. И нажмем Адаптация рабочего пространства. Вот здесь кнопочка. Ну, и остается только указать, что мы эту панель, вкладочку, точнее, прошу прощения, включаем вот сюда. Видите, поставил галочку, эта вкладка добавилась. Нажимаем Готово. Так кнопка называется. Нажимаем Применить. И нажимаем ОК. Итак, вот, смотрим. Немножко понадобилось время Автокаду. Собственно, появилась вкладка. Появилась панель. На панели появилась команда. Все, что мы делали. Видите, круг метр. Построение кругов радиуса 1 метр. Давайте испытаем. Нажали. Что от нас Автокад ждет? Автокад ждет указать центр круга. Указали. Получили круг радиусом 1 метр. Проверяем слой, на котором находится. Да? Слой основные. Ну, вы скажете, он был текущим. Давайте еще раз проверим. Делаю слой невидимым текущим. Вот, смотрим, видим. Чертится в слое невидимым. Без проблем. Все работает. Опять вкладочка учебный. Вкладочка учебный. Дальше. Команды круг 1 метр. Указываем центр круга. Получаем круг. Получаем где? На нужном нам слое. Вне зависимости от того, какой слой был текущим. Вот это вот была непосредственно адаптация команд. И таким образом, таким образом, можно подстроить под себя, в общем-то, совершенно полностью переписать интерфейс и написать для себя нужные команды, нужные макросы, расположить инструменты в том порядке, в котором вы хотите. И работа с автокадом, да, для вашей конкретной задачи, она уже будет упрощена. Это вот, да, я очень вкратце рассказал. Все это и не только, и более подробные другие аспекты адаптации, которые есть, мы рассматриваем на курсе, который так и называется. Адаптация рабочего пространства. И вот как раз один из модулей и посвящен именно адаптации команд, адаптации пользовательской интерфейса. Ну, собственно, также мы и рассматриваем вопрос создания шаблонов. Очень часто спрашивают меня, все это рассматривается здесь. Один, другой аспект адаптации – это создание пользовательских типов линий, пользовательских штриховок и так далее. Да, как это все делать, тоже есть, но немножко в другом курсе. Этот вопрос рассматривается в расширенных возможностях. Да, как раз первая тема курса «Расширенные возможности» и посвящена созданию собственных типов линий, собственных штриховок. И вот все это изучив, вы сможете полностью под себя адаптировать интерфейс. И уже не тратя время на то, что там переключили, тут слой создали и так далее. Все это на курсах можно изучить и очень-очень успешно использовать в работе. Ну, а на сегодня все. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.